Игнатий Тихович, да я по делу звоню. Давай. Вот. Для начала, что хочу сказать, в общем, по mail.ru, вот, вы набрали столько людей, столько друзей у вас в mail.ru, а не активно там ведете себя, надо видео там выставлять. Я выставляю на редко, потому что я им всем указываю, куда идти. Ну, вы указываете, а люди-то не идут, указаний мало, люди не идут туда, вот. Потому что уже друзей там под 7 тысяч, а надо поактивнее на странице люди смотреть будут. Вот по этому поводу я звоню, значит, такой вопрос, это к Володе. Володь, какой камера, как называется камера вот эта, что снимаешь? Ну-ка давай. Фанасоник, я не вижу, поближе ко мне. Что у нас, вот, случилось дело-то? Ты мне подсказываешь, еще не так скажешь. Мы теперь уже почти уточнили. Мусоро и много преступников. 2 июня пересечь шенгенскую зону и уходим на Грецию. Ну, а дальше там проще, там, через пролив моря и в Италию. Показание у них есть. Я был в Румынии, там очень-очень у них очень грязно, грязнее, даже чем у нас. Цыган много. Плохо они. Плохо. Сколько вы работы лишней-то делаете, сколько времени у вас уходит на вот эти ужатия и видео ставите по несколько часов. Я видео ставлю, в течение пяти минут у меня загружается видео. Вот сегодня вечером я начал ставить вечером и утром только в десяти утра закончил. Так вот, я по этому поводу и звоню. Мне нужно сейчас узнать, что у вас за видеокамера. На нее нужно, у вас, видимо, не установлен в компьютере драйвер, эту камеру. Поэтому вы не видите на рабочем столе файлов этих. Я не вижу, когда они в виде скрипичного ключа. Мне их надо уже, тогда я их вижу, когда они стоят там пирамидами. Вот я хочу сделать то, что вы будете, сняли и сразу увидели этот файл. Вы его сможете поставить и на mail.ru и в YouTube сразу закидывать этот файл. Тогда я буду одну ставить, в сутки одна будет. Она три с половиной раза ужимает. Я ужатую не могу загнать. Она будет ставиться в течение десяти минут. Будет ставиться и не ужатая. Вам же отец Сергий объяснял, что YouTube сам все ужимает. Не надо ничего ужимать там. Ну вот так пока делаю. У меня программисты, когда приходят, по каким-то делам, это все вручную делаете. Ну, а не ужат приходят. Сколько же я работы делал. Не про это, а другое там, ну разное. Семьерская совсем. Я все вручную делал. Оказывается система есть какая-то, поисковики. Мне еще не дали. Я рубил и рубил. Просто за счет сокращения может быть. Ну жалко же это время. Это же вычеркнутое прямо из жизни время-то. Ну а пока так. Мне женщина одна звонила. Просто поразительное такое письмо. Заказывала у меня икону. Вот. И такие чудеса не часто в жизни встречаются. В общем, живут они с мужем. Вот. Рождается у них девочка. И она ее купает в ванной. Моет ее. И звонит у нее телефон там. Такой стационарный телефон. Она бежит, думает сейчас быстренько. Вот. Сбегаю. Вот. Отвечу. И все. Убегает. А девочки там и года нет. Может полгода ей. Вот. Она убегает там на 30 секунд из этой ванной. Прибегает назад. А она захлебнулась. Утонула. Вот. Ну и все. Она ее искусственное дыхание. И туда и сюда. И никак. В общем, умерла. Так и похоронили девочку эту. Вот. И они с мужем в такой печали находятся. В печали у них. И они идут в храм. Вот. Становятся верующими людьми. Становятся такими прямо... Такими горящими людьми. Вот. И Господь через год им дает точно такую же девочку. Один в один. Прям как вот... Вылеплены истой. То есть удивительное чудо такое. Вот она мне заказывала икону эту женщину. Да. А вот в житиях святых есть такое. Лукьяна какого-то. Его там мощи что-ли везли. А она решила, что вода должна быть подогрета. Там примус поставила в тазик. И ребенка держит на примусе. На этом вода там подогревается. Я сниму, что время теряется. А когда бросилась-то, пришла вода-то уже кипит. А ребенок на этом тазике стоит. И не обвалился ни чего. Вот что-то какое. Ну на наши глупости чудес не наберешься. Там забыла там... И она тоже ухаживала за святым. Он пришел к ней в дом. Потом он святым тоже прославлен был. А ребенка за водой послала. А он упал в колодец. И ей сказали по водой. Она говорит, пока не накормлю, никуда не пойду. Накормила, пошла к колодцу. Он плавает живой. И когда вытащили, говорит, а как ты не утонул-то? А вот эта девушка, который зашел к нам, он меня там взял, на руки держал. Православная... Есть такая явная, она... Вообще все житие у нее... КПД нулевое. Вот она идет на платье дыма, она заткнулась. И мужчина несла, а мужчина ей... Но глаз остался живой. Что тогда наверху делает? Окна потирает. Окно открылось, она с которой даже обрякнулась. Встала и пошла. У нее подряд вот такие вот несчастные случаи. И она живая. И притом топор разрубила, ногу разрубила. Там хорошая, говорит, такая там. Она со мной не почти потеряла. Но по лесу не пойду. Пока дрова до конца не порублю. Вот какие люди были. Это случай был три года назад. Был в Турции случай. Все средства массовой информации запретили вообще говорить и печатать эту статью в каких-либо средствах массовой информации. Вот. И все-таки одна газета напечатала статью эту. И статья прошла в интернет. В общем, семья также живет. Муж, жена и двое детей малолетних. Девочка и сын совсем маленький. И девочка там лет десять может быть ей. Вот. И жена что-то как-то неправильно себя повела. И муж берет и убивает ее жену. И вместе с ней и детей закапывает. Бросает их всех в яму и закапывает в эту яму. А яма глубокая. Метр два глубиной на кладбище. Вот. Ну, ночью закопал их и все. И отделался. Вот. Вот. А проходящий мимо человек услышал, что из земли уже через неделю. Через неделю идут звуки из земли. Он начал раскапывать детские звуки. Раскопал, а там двое живых детей. Вот. Эти дети живые. Рядом с матерью закапанные лежат. Вот. А он у них спрашивает. Да как же вы? Как же вы тут живете? Так как же? А у нас будет хорошо. Тут к нам дядя в белой одежде с бородой. Длинными волосами приходит. Приносит нам воду. Хлебушек нам приносит тут. Представляете? По описанию Христос. Христос к ним приходил. Я считал в прошлом году это. Удивительно, конечно. И отрицать мы не можем. Было или не было, я не знаю. Но такие чудеса были. И такие чудеса описывают именно так. Он в этой твари, как ее называют? Варвар. Вот. Они служили там. Ну и вот к ней, к девушке-то пристал и угрожал просто. И мать отдала. Но дал обещание, что он с ней будет обращаться нежно и все. А когда стал поддержать дом, в отпуск поехал там. Он в это время ей говорит. Значит, ты у меня только служанка была. А у нее одна беременная была. Если скажешь, я тебя убью. А в церкви был. Там, ну и сама она их. Она, кажется, стоит. Просила и все. Ну давай приехали. Ну, я служанку тут привез, она там была. А жена заподозрила неладное. А когда ребенок родился, а ребенок на нее похожий. Ну, а она работает на поле, приходит. А ребенок лежит мертвый. Ну, а когда ребенок-то помер, она смотрит и изо рта у нее пена шла. И она поняла, что она ее отравила. Она взяла так губку, напитала. И она собрала, что у нее ядовитая изо рта выпенка выходила. Ну, и показала виду. А потом, когда хозяйка-то готовила там чай или что-то, она выжила эту губку и я туда. И она умерла. Хозяйка-то. Вот. И теперь, когда она умерла, хозяин-то догадался. И он ее живем закопал. И она там гвозопила. Ее Господь перекинул опять в Грецию. И она оказалась дома. Дома в храме. И священник тогда увидел, а ты что здесь делаешь? Она стала рассказывать. Он говорит, тогда скройся, не будем говорить ничего, узнаем. А у Маленька Паганя, у него там отпуск сколько-то или сколько, только кончилось там, через год приехал. Приехал и его расспрашивает мать, так как там моя дочка? Это дочь хорошо, там ребенок родился, ребенок хороший. Все. И это сделали так, что епископ слышал. Но, когда, а нет, такая, такая там она. И она вдруг тогда выходит, он ее выводит и стала все говорить. Но его сразу арестовали жители города и приговорили к смертной казни. Знаете, у меня сайт-то мой популярный очень в интернете. И ко мне заходит много людей и тоже задают, много вопросов задают. В частности, такой вопрос был. Человек один спрашивает, было ли обрезание неким прототипом крещения? То есть, когда Господь заповедовал обрезать еврейский народ, было ли это прототипом крещения такого? Конечно. Так это послание к Колосину апостола Павла говорит, что спрашивает-то? Может открыть, показать где? Ну, если можно человеку спрашивает. Я сейчас скажу. И оно называется обрезанием Христовым. Обрезание Христовым. Пожалуйста, это очень просто все делается. Это Колосином 2.11. Слушай внимательно. В нем, во Христе, вы и обрезаны. Во Христе обрезаны. Обрезанием нерукотворенным. С обречением греховного тела в хроте. Обрезанием Христовым. Написано, что? 2.11. 11. А где это было? Вы погребены с ним в крещении. Вот и все. Тут даже вопрос не надо задавать. Определенное, четкое и ясное. 2.11.12. Колоссян. Но обрезание Христовым. Обрезание то было для земной жизни. Вот сейчас как объясняют тоже и в Израиле вот люди рассказывают по обрезанию, что было, когда шли через пустыню 40 лет, не было возможности там мыться и тому подобное. Его для этого обрезали, чтобы... Ну ладно. Даже если так было, до этого поколения то больше было. А Авраам то еще... Сколько было до этого? Авраам был обрезан. Они обрезали света. А они выше то обрезаны. А мы в этом роде не обрезаны. Тогда было второй раз закон для обрезания. Вот думать не надо из-за чего. А по какой причине мусульмане приняли на себя тоже вот такой обрет? У меня 18 летом открытым боком. Там все подробно мне описано. По какой причине? Мухаммад... У него жена была на 20 лет, кажется, старше. Она занималась купечеством. А он у ней как... Ну вот, в Алифате, как у Аглаиды был, управляющий домом-то. И он многое слышал в поездках. И теперь уже доказано, что он близок был к евреям. И он на слух, что брат твой записал. На слух. И вот он на слух в Коране записывал, что Марьян... Сестра Марьян... Сестра Моисея, родная сестра Богородицы. Ну явно, что это не совпадает. Это даже столетиями с этими. Но он как слышал, так и сказал. А дальше там про Соломона... Вот да, вот это Давыд... Где он... Абрам, это Ибрагим... Несел с лица. А про Христа он не слышал, что он... Тупой человек. Но святой. Вот таким его и показал в Коране. Это хорошо Данил Сесоев объясняет это дело. Вот оттуда он и взял. Это еврейское, он все принял. Принял и... Обрезают стали. А до этого изящники этого не знали. Хотя бы где-то уже было обрезание раньше. Так что этим людям, кто вас спрашивал, то так отвечаете. Колоссия 2, 11, 12. Четко и ясно. Ну вот какое еще тут маленькое происшествие. Мы готовимся. И мы решили экипироваться получше. Вчера мы с Владимиром пошли. Там, где Гавриил работает, он как раз на продаже. Нам нужно было взять. Взять решили новую камеру. Это не наши, которые снимают. А Володя, на которой была. У нее что-то там, какой-то шкиф. Специалист говорит, Алексей Загуляев. Его не могут иди найти. Только кто-то старый сдаст, если в нем есть, а там старый. Ну, то есть, хозяина тут запрашивает. Надо же ехать ни с чем-то. И мы решили купить. Посмотрели, какие... Ну, он не хуже снимает, чем этот. Но дороже, чем тот, который 10 лет назад куплен. Который Володя снимает. А? Да. Ну и навигатор дополнительно взяли, который по Скандинавии. Потому что наш слабенький. А этот-то... Насколько у него? Егабайт. Навигатор. Вот этот того, кто там 4 всего егабайт. А этот-то, наверное, не меньше 20. Так что, вчера мы потратили спешить там все. А? Копейки считали, считали. Так что у нас еще этот. И вот мы с него не можем на свой компьютер снять. Он переносил, и он побежал туда сегодня, Володя. Но у него снимают все, у нас все снимают. Вот сейчас я там ее хочу дать этому Виктору Петерину. Может быть, он как-то поставит что? Не хватает. У нас программы нет. Нужно там, вот как и на эту камеру, нужно драйвер такой поставить специально. Вам вместе с этой камерой не давали? Там диска никакого нету? Есть. Вот этот вот диск нужно вставить и установить на компьютер его. Хотите, сейчас сделаем. Вот. У меня есть, вновляд, помощь. А? Установите, вновляд. Ну, я понял, так тащи. Подожди. В конце мы сделаем так, когда отойдешь. Давайте решим все вопросы, какие у тебя есть там. Вот. Это у меня батюшка вышел. Отец, дайте. Моги познакомься поближе. Ага. Ты мне разговаривал? Ну, возьми, бутылет вот тут. Висеть рядышком. Весен добрый, батюшка. Вот посмотри, он как на меня похож-то. Я же смотрю, я его люблю тоже. Вот так. Посмотри, какие он поближе. Ну, почти одинаковые. Он на 5 лет моложе меня. Я с 39-го, с 44-го. Благословите батюшку. Вот. Вот лежит. Сколько ты лет уже так лежишь-то? Да 12. 12. Да это не предел, люди вон и по 25 лежат, по 25 лет. 12 лет это два медицинских университета уже ты окончил. Там по 6 лет учат. А у меня поначалу мечта была такая. Я поначалу взялся исследовать так вот спиной мозг. И я уже думаю, так встану, буду диссертацию защищать по спинному мозгу, по травмам, таким компрессионным. Я сижу в краевом суде, а проходит заместитель главного судита. Мне говорят, о, лапки, ну, наверное, уже больше нас знаете. А я процесс с процессом вел и три процесса выиграл полностью за уму, за все, что было там. Ну, конечно, я слышал, о чем они говорят. Бог давал мне прекрасные, как называют, представители, адвокаты. Просто прекрасные. Ну, вот так. Если бы, конечно, в медицине так было. А во время я тоже думал кое-что узнать и ходил по аптекам. Книг не было и записывал, что у них там написано, какие травы от чего. Но потом понял, что это не для меня. Я лучше болеть буду, чем травы искать. Мне здоровья много людей в интернете желают, а я про себя говорю, не приведи, господи. Здоровью к этому не надо. Я 30 лет в этом здоровье прожил, мне его хватило. Сейчас я батюшку спрошу кое-что, а ты слушай. Ты помнишь, что в церкви это была Людмила-то? Что с ней случилось? Ну, она была хоккеистка. Там фигурное катание на коньках. Ну, и занимала там хорошие места. Ей было уже, наверное, лет 19. И однажды на катании она как-то упала и повредила копчик, что ли, как-то говорит это. Ну, и где-то через месяц стала болеть, 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 болеть. И потом ее, значит, парализовало. Отнялись у нее ноги, руки у нее как-то так вот сключены. Но она может сидеть. Она на стуле сама по комнате двигается. Так это у нее... Тело-то у нее так это двигается физически. Но она вяжет. Ей была мать, когда живая, она ей спицы в руки вложит. И там пряжу я на этой. Она вязала такие вот свитерки. Вот как на мне. Мне один такой подарил. Шали пуховые вязала. Переписывала Евангелие в то время. Мой почерк красивый. Мать ее посадит, я ее ручку... Она сама не может ручку взять, а мать ее заложит между пальцами. Она сидит и вот так вот и пишет, и пишет, и пишет. Под копирки переписывала Евангелие. Почерк красивый такой. Я переписывал започек хороший, мелкий. Я знаю, у меня много знакомых инвалидов. Но травмы у всех... Травмы разные у всех. Вот, есть полегче. Тут с такой травмой, как у меня, не живут. Это вот тоже, можно сказать, чудо такое божие. У меня же семь позвонков. Врачи просто смотрят, руками разводят. Как ты живой-то ходишь-то. У меня вот 15 сантиметров спинного мозга, столб вот. Позвоночного столба. Оно просто изрезанное, как будто в отбивную, отбитым молотком все. Вот человек живет, у него один нерв какой-то там микронный. Нерв зажимает позвонками, и он уже мучается страшными болями. А у меня семь сантиметров столба целого перебита, пережата. И что у меня у вас не реагирует никак. Живота, что оправится. Ничего это не реагирует. Все искусственно делают. Да нет, почему? Да нет, Инатьевич, вы неправильно поняли. Это у меня трубка вставлена. У меня в мочевом идет сильное камнеобразование. То есть камни образуются такие. И вот, чтобы они не выходили. Потому что они когда выходят естественным путем, они застревают там в каналах. Вот. И очень сильные боли. А мне вывели трубку сразу из мочевого. Вот. И они сразу из мочевого выходят. Камни. У меня коллекция, целая коллекция камней есть. И они прям разных цветов такие. И я как этот. Как царь гары какой. С камнями весь. А вот сегодня во всем мире, где, ну, не в российском, а в других, нигде этого не делали, чтобы восстановить как-то искусственные патрубачники. Как это освободить. Нет. Это свяло. Нет. Мне когда врач... Вот у нас в Воронеже есть самый такой, самый известный. Он армянин по национальности. Вот. Табачников фамилии. Он мне сказал, сейчас медицина достигла таких высот, что могут отрезать голову. Отрезать и назад пришить. И будет человек функционировать полностью. Вот. А чтобы спинной мозг как-то восстановить нереально. Это просто не дается медицине. Разве в этом счастье? Чего что-то? Как у Серафима Саровского. Он говорит, можно и весь век в яме с червями простоять. И вот, действительно, я это и подтверждаю, что я готов. Я за такую милость Божию готов и сто лет лежать. Чего что-то. А это Людмила-то? Ты не помнишь фамилию? Серенкова. Серенкова. Вот. И я с ней переписывался долго. И она говорит, я-то была неверующая. А сейчас бы сказали горнуться? Такое же здоровье будет? Ну так и неверующая. Я бы не согласился. Да. Я подтверждаю. Да. Ахлодников много было. Я была такая красивая, стройная. Она заболела. Мне говорят, что только они делали. Мне говорят, на ночь на муравейник ложили. Там муравейник, чтобы воровей кусали, чтобы они все забылили. Потом я там пчелами обкладывали, чтобы пчелы кусали. Там и так далее. Что только они делали. Она говорит, со мной не идет. Она всегда радостная, веселая. Когда я приду ко мне. Я служил там. Приду. Что-то до того станет тяжело. Слушай, она там. Пойду к ней. Поговорю с ней. От нее уходишь. Она как-то воодушевленный такой. Мы взорвались духом. Мы с Сергеем так же. Ну что, Сергей. Давай это. Наверное, я попробую через Виктора сначала. Вас не буду тревожить. Что Вас сможет? Поставим мы этот диск. И он возьмет на себя управление. Он зайдет. Сделает это. У Вас даже. Ну, это мне. Тяжело думать, что Вас все время. Просим мы. Делайте. Не. Ну, это тревожит. Я же сам зашел. Я же сам предлагаю. Ну, ладно. Мы сделаем. Это. Диск раз есть. А почему не сказал, что диск поставить? Ну. У Вас и на ту камеру. Понимаете. Вы и поэтому. Из той камеры не можете. Устанавливать видео. Видео. Что у Вас не стоит. Вот этот вот. Установочный диск. Не. 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 Давайте. Тайм мейл-рус. Как я скину? Вы мне номер камеры сначала дайте. Нет. Сейчас. Ну, да что. Отходить буду? Или что? Не. Давайте. Тайм мейлер. Включайте. Сейчас. Минутку. Я сейчас в мейл-рус зайду. Давай. Сюда. Это голодный. я сейчас пишу и ему подам сюда подставь поближе и ко мне сейчас поближе сейчас это мы сейчас сделаем я не сразу найду где это дальше еще двадцать